Всем привет! Я Макс и вы на канале Макс Мегаот. Сегодня в ролике мы будем открывать новые игрушки Фортнайт. И как вы уже заметили, это очень классная машина, фигурка Икс Лорд, а также мы откроем сундук. Начнем, конечно же, с машины. Давай посмотрим ее поближе. Она вышла в 13 сезоне. У нее 800 хп, ну чтобы ее взорвать машину. Еще она очень быстрая, это скоростная машина синего цвета с белыми полосками. И также тут есть сиденья. То есть она уже рассчитана на средние фигурки, да? Как вот эта. В баги там только маленькие помещались, а в эту уже именно средние фигурки. Да, ну покажи, как она там сзади, что на коробке нарисовано. На коробке нарисован сам Икс Лорд. Ну, еще сзади, сзади что нарисовано? Сзади нарисованы все, которые бывают для средних фигурок машины, транспорта. Вертолет есть, Дальтаплан. А у тебя из этого есть только автобус? Да, но это для других фигурок, это для другого размера. Автобус мы еще пока не снимали, потому что никак наши зрители не хотят набирать много лайков. Ну ничего, а как наберут лайки, так мы обязательно снимем. Ну вот тут побольше Икс Лорд нарисован, как он в реальности. А вот как фигурка вот тут стоит. Понятно. Так, ну что, будем открывать? Угу. А подожди, а Икс Лорд? А Икс Лорд, он с какого сезона? Икс Лорд с 10 сезона давался в Батл Пассе за первый уровень. И так же, это стиль его, черный, есть. У него 10 стилев. Но это не точно. Нет, 11 стилей. 11 стилей. Ну, и это его стилька. А у тебя есть он в Фортнайте? Нет, у меня нет его в Фортнайте. Он с 10 сезона, а мы начали играть. В магазине он не продавался? Нет, он из Батл Пасса. Вот эту штуку мы нодницами отрезали. Крепления, их надо открутить. Да, их надо открутить, чтобы сама машина, ее нельзя достать. Итак, мы открыли машину. Ну, и будем ее смотреть, что у нее открывается, как у нее садится игрок. Вот у нее. Тяжелая она вообще? Она подымает. Ну, как? Не тяжелая? Нет, большая, но не тяжелая. Ну, и не сильно легкая, да, такая? Качественная. Да. Сильно открывать надо на двери? Это, наверное, защелкивает? Да, они специально, чтобы защелкивали. Вот так вот, внутри машины, руль. Так, давай поедем на руль, посмотрим. Руль, еще какие-то кнопки. А поворачиваются передние колеса? Передние колеса? Руль, если нет, думаю, он только прямо едет, да? Ну, руль поворачивается. Ну, руль поворачивается. То, что необычно. Так, хорошо. Так, достань лорда, попробуй его посадить внутрь. Вообще, как лорд. Как тебе лорд? Крутой. У нее еще резиновая одежда. Ее, наверное, ее снять, наверное, надеть нельзя будет. Но она такая резиновая одежда у него. Резина, да, прорезиненная? Прикольно. Но обычно такого нет, да? Все пластиковое, да? Ну да, еще в Ронине, который у меня нет, есть такая, но это... А это ты второго взял, да, ему? На всякий случай попутчика? Да. А как его зовут? Его зовут просто лорд. Просто у них маски такие же, так и не отличаются. И лорд у тебя, да? Да. Прикольно. Ну что, давай попробуем их посадить в машину. Да. Я вначале посажу за руль X-LORD. Так, давай, чтобы видно было зрителям, как оно садится. Надо присесть. Он чувствует, что он полностью лазит, да? Да. Только надо ноги вперед, да? Чуть-чуть. Ноги... Да, все. Нога застряла, но уже все нормально. Ты же видишь, не сломай лорда. Блин, лорд! У них маска не такая удобная, чтобы садиться. Ну, садиться. Все. X-LORD сел. А, прикольно. А ну, покажи его близко. В камеру покажи его. Так, вот он там разместился. Какое оно? За руль. Класс. Теперь вторая. Я уже понял, как открывать. Она уже не так. Надо было давить, я уже понял, как открывается. И вторая. Думаю, будет легче, потому что я уже. Но тут надо ему ногу вставить. Ноги вниз, чтобы залезли, да? Да-да-да. Надо в эту вершину. Все, уже побыстрее сделаем. Так, ну-ка, не надо, ну. Все, вот как они вдвоем сидят. Вот они вдвоем, ничего себе, прикольно. Два лорда сидят в машине. Один X-LORD. И один лорд. Так, сколько она, говоришь, хп? У нее 800 хп, но чтобы ее взорвать, надо стрелять. С разного оружия по разному. А ну, как она? Как она камеру быстро проедет? Ничего себе. Прикольно. Так, что тут за номер у нас? Номер суперфаст. Прикольно. У нее эти колеса, как у Монстр Трака. Как при размерах. Да, хотя, а ну, покажи ее, да, снизу. Смотри, как качественно все так прорисовано, трубы. Да, класс. Ну, что, тебе нравится? У нее еще вот такие диски. Ну, они такие качественные, да? Колеса, видно, неубиваемые, да? Ну, да. Еще сзади у нее... А, оно поднимается вот? Нет, оно не поднимается, но понятно, почему. Спойлер это, да? Спойлер называется. Да, это спойлер. Потому что... Для аэродинамики. Что, в реальности, я думаю, туда бы можно было посадить игрока. А в реальности его нельзя садить туда. Да, кстати, да. Только вдвоем можно ездить. Да, можно... Мы когда троем играем с Марком, да, то Марк на крыше сидит с нами ездит. Ну, иногда я, кто первый. Иногда ты. Да, я все время за рулем. Так, ну что, какую оценку дашь машине? Десять. Десять, да? Ну, ты давай поросим зрителям. Пусть они дадут оценку. Сколько они поставят из десяти этой машине? Мне тоже она нравится. По ощущениям, как она? Приятная вообще на ощупь? Ну, да. Прикольно. О, ничего себе. Может, сундук привезет. Да, вставка сундука. Так, ну давай распакуем сундук. Сними эту обертку. Сними обертку и сделаем, как будто они ехали на машине, увидели сундук. Часто, да, в игре бывает, да? Ехали на машине, остановились, видели сундук, просто ее снимая. Сначала обертка просто. Это у тебя уже есть, да, такой сундук? Да, просто другое, там другой лук. Мы, кстати, Марку тоже подарили такой сундук. Он в следующий раз принесет и покажет, что у него там было. Ну, тут не очень легко сундук этот открыть. Все, я открыла. Открыла, да. Ну, все, а дальше уже просто пошло, иди. Ну, да. Нет, нельзя, пошло. Давай, давай, я помогу тебе. Только дырку сделаю. Ну, оно да, так неудобненько. Ой, все. Ничего, не... Вот, сундук деревянный. Так, ну, давай, они ехали и увидели сундук. Едем, едем. О, сундук! Давай быстрее, залутаться надо. Пока зона не пришла. Угу. Давай, xlord, наверное, пусть лутается. Там еще надо, наверное, аккуратно, чтобы этот... Руль, да? Все. Так, xlord будет открывать. Ну, и что же там? Ого! Ничего себе, там битком прям набито. Как мне повезло! Смотрите, что там. Там миниган. Показывай, показывай близко. Близко покажи. Там еще один миниган у меня будет. Переверни, не видя. Как у робокота. А, ну, давай. Как у робокота у меня второй миниган. Миниган? Ооо, это крутой. Да, у меня второй. Только уже для средненьких, да, получается? А это редкость, да? Это оружие у меня повторилось. Мы можем... Это дробовик. Да. Мы можем с Марком поменяться, потому что у меня... У него вообще даже золотого такого нет. А это синяя, да? Это фиолетовая. У меня такого нет. У Марка такого нет. А то М-ка или что это? Ну, это такой пулемет, типа... Ну, какой-то... Такой рюкзак. А у кого такой рюкзак был? Я не помню. Вот. Икслорд залутался рюкзаком, взял себе новый рюкзак. Так, ну и классно. Слушай, ему сразу полный комплект оружия, да, выпал? Угу. Так, а что же там еще? Показывай, показывай, Макс. Там еще... Сюда ставь, сюда на стол. Там еще два... Две... Постройки. Угу. И... И коллекция, да? И коллекция. Так, ну хилки-палхилки захилиться нечем, да, получается? Угу. А хилки бывают вообще? Ну да. У тебя в прошлом была хилка? Ну да. Нет, в прошлом не было. Просто в сундуках их нет. Я сейчас... Можно попросить ребят, чтобы они написали в комментариях, что им выпало. Ой, я нашел этот сундук. Он фиолетовой редкости. Ну вот этот рюкзак. Угу. Он фиолетовой редкости. А это вся коллекция, да, что может в сундуках? Ну да. Покажи ее, покажи. Из той, просто уже, наверное, новую, это из новой. Но сундук из другой коллекции, наверное, из новой. Там в этом у него нет коллекции, но если бы было, я думаю, у него была коллекция машин и какие-то там игроки идут. Так, и так, называем. Это нам выпал дробовик. Да. Дробовик. А он одевается? Можешь ему в руку, да, закрепить? Ну да. Сейчас, стоп, рукой. Слушай, я думаю, сразу уже все виды оружия. Ближний, средний дистанции, да? Миниган средний. Ну, миниган это как бы на любой случай жизни. Вот такая. Ну, я уже показывала в прошлом видео такое оружие, но мы поменяемся с Марком на какое-то. У него такого вообще нет. Даже подобного. Ну, класс, классно. Выпала крутая штука. Вот такой. Ты доволен, что выпала у тебя в ящике, да? Да. Все. Вот такая. Так, ну сколько ящику ставишь? Ящику... Девять? Десять. А, здрасте, десять. Есть повторка. Значит, девять. Ну да. Хорошо. Ну, ничего, мы с Марком можем поменять, у меня что-то новое оружие, а у него тоже что-то новое. Какое-то будет оружие. Отлично. Надо будет как-то сделать, у нас уже было видео? Да. Мы его, кстати, так еще и не выпустили. С оружием, там, где эти будки с оружием, они не выпустили? Нет. Так, ну надо собирать лайки, чтобы выпустить. Давайте вот чуть-чуть. У нас пока... Мы давно не выпускали же видео, да? Мы... Ну, вот такое у него синее оружие. Угу. Еще у него есть миниган. Ну, миниган это вообще круто. Ну да, это второй у меня миниган на другой редкости. Тот мифический, но самый крутой. Это золотой перец, самый крутой. Но мифическое только из двух. Двумя руками, да, оно крепится? Ну... А у робокота, да, тяжело держалась? А тут у маленьких вообще суперский. О, у тебя для маленьких нету, да? Не было? Да, у меня только для байка. Обалдеть. То есть это очень редкий он, да? Угу. Бррррррррр. Так. Ну что? Отлично. Так. Так, я позову его одну, один лут. А, да. Можешь поделиться сложно. Брось ему, да? Как в игре. Надо сбросить ему. Сейчас. Бросай лут. Выходи. Я тебе сейчас дам один лут. Хорошо. Спасибо. А плотно, да, закрываются дверки? плотно очень ну в первый раз очень тяжело было боялся сломать уже понял понял как это можно еще вот так прикреплять какие-то оружия так сложно но вот это можно вот так вот прикрепить две руки отлично надеюсь вам понравился мой дробь пишите в комментариях что вам выпадало если вы открывали подобные ящики нам очень интересно чтобы вы хотели видеть следующих роликов про фортнайт поэтому пишите в комментариях надеюсь вам понравился этот ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был макс всем пока пока